Виталий, приветствую тебя! Очередной эфир, была недельная пауза. Скажем так, всем людям нужен отдых. Соответственно, в этот раз отсутствовал я. Надеюсь, то, что в ближайшее время, следующих периодов, когда, друзья, вы остаетесь без информации, следующие периоды будут нескоро. Сегодня мы наверстываем. Хорошо, что эта неделя будет очень интересной. Заседание ФРС впереди, завтра начнется. Итоги будут подведены в среду. И опять же, весь десущий вопрос. Что же будет делать американские регуляции? Каждую неделю статистика, каждую неделю отдельные заявления представителей ФРС. И все это копится, как снежный ком. Во всем это пытаются разобраться. трейдеры, спекулянты, инвесторы, все, кто наблюдает за американской монетарной политикой, как все это повлияет на темпы сокращения программы количественного смягчения и последующее решение, которое будет связано с изменением процентных расставок. Я тоже пытаюсь во всем этом разобраться, как, Виталий, наверняка и ты. Уверен, что в эту среду будет какая-то конкретика. Но ее хотелось бы получить. Я думаю, что и сам американский регулятор прекрасно понимает то, что очень серьезный вопрос на кону. Ну и нужно ясно следать инвесторам, потому что все это провоцирует волатильность, которую мы сейчас видим на финансовых рынках. Я, если вернуться к своим прежним убеждениям, от них совершенно не отказываюсь. Считаю, что если ФРС даст сигнал того, что пришло время сокращать программу количественного смягчения, как, кстати, это сделал Европейский центральный банк две недели назад, тогда я все-таки изменю свою точку зрения и решу, что на долгосрок стоит уже ставить на укрепление позиции американского доллара. Пока что этого не произошло. И в моем портфеле есть по-прежнему сделка долгосрочная, которая связана с продажами индекса доллара. Хорошо, что этот инструмент без ослабок, потому что сделку держу довольно-таки давно и рассчитываю, что доллар все-таки окажется ниже. Сегодня я хотел бы сфокусироваться на нескольких идеях. Давай сразу демонстрации. Так, это три актива. Пара евро-доллар, фунт-доллар и бренд, то есть рынок углекодород. В частности, можно начать с рынка нефти. Бренд сейчас котируется в районе 74-65. Ранее на своих брифингах я рекомендовал нефть покупать с сериями 75, опять же, отыгрывая то, что у нас было в плане новостей, как следствие урагана Ида. И этот новостной фон стал причиной усиления тенденции резкого сокращения запасов всех нефтепродуктов. Нефти, дистиллятов, бензина. Ну, понятно, что там причины следственной связи были очевидны из-за того, что именно ураган Ида стал причиной приостановки добычи нефти больше, чем на 80% в Мексиканском заливе. И сейчас уже, оглядываясь назад, сравнивая с ураганом Катрина 2005 года, по-моему, именно период приостановки, он оказался даже более затяжным и продолжительным. Я на этом фоне рекомендовал ставить на рост котировок нефти, потому что точно будут проседать запасы. И эта статистика на прошлой неделе именно по снижению запасов реально подогрела интересы к рынку углеводородов и брендов и позволила, собственно, добраться до тех уровней, которые были обозначены ранее. Сейчас стоит отметить, что сезон ураганов в Атлантике, он все еще актуален. И фактически каждую неделю есть риск зарождения нечто подобного. Но это все-таки гипотетические риски, угрозы, предположения того, что что-то может произойти и что-то может также обморочить перспективы нефти в плане уровня нефтедобычи в США. Я бы пока не стал настолько вперед смотреть и сегодня рекомендовал бы поработать именно с коррекцией по рынку нефти, потому что все вот эти локальные форс-мажоры были достаточно заложены в цены. Цены показали мощную бычую динамику и сейчас она нуждается в коррекционном откате, который мы, в принципе, видим с конца прошлой недели. Я сегодня хотел предложить сделку селстоп с уровня 74.50, но мы в моменте находимся на этой отметке. Продакция – это такая планка уровня поддержки, сейчас наградку ее хорошо можно увидеть. 74.50, но можно сказать, уже в сделке стоп-лосса закинуть на уровень 75.30 и тейп-профит в районе 72 долларов за баррель. Считаю, что очень сильно на нефть на этой неделе также повлияет то, что произойдет с долларом. Но, опять же, это будет ясно уже ближе к концу недели, хотя в среду мы с тобой снова увидимся и еще раз обсудим, что будет актуально перед заседанием американского регулятора и перед оплашением бутылок. Что касается валютных пар, фунт против доллара, британскую валюту я рассматривал с точки зрения продаж, потому что считал, что именно те политические риски, которые были связаны с инициативой Джонсона о повышении налога на страхование, они не могут привести к ничему другому, кроме как к коррекционной динамике. И действительно, его инициатива повысить страховые выплаты, ну, фактически, есть задача создать источник финансирования для системы социальной защиты в условиях ковида. И традиционно английское правительство, не исключение, как и любое другое правительство, лучшим источником финансирования видят возможность повысить налоги и за счет граждан решить проблему с ликвидностью. Я думаю, что ближе к концу этого месяца точно уже будет ясно, прошла эта инициатива или нет, несмотря даже на критику со стороны людей, которые хейтят сейчас любые предложения, которые связаны с изменением налогов, ближе к концу месяца будет ясно, в принципе, есть ли зеленый свет у этой инициативы или нет. Пока что мы видим то, что фунт очень легко продает, особенно еще и на фоне локального роста доллара. Думаю, что вот это снижение продлится вплоть до диапазона поддержки 1.35-1.36. Кому интересно, как-то срочная сделка, можно зашортить до цели 1.35 и там уже искать уровни для разворота, ну, это я уже прокомментирую. По евро-доллару сейчас аналогичная динамика, на фоне восстановления позиций доллара евро снижается, хотя на долгосрок евро, конечно же, выглядит довольно интересным активом, потому что Европейский Центральный Банк, напомню, скорректировал программу количественного смягчения. Эти решения вступят в силу решения об этом, по-моему, со следующего месяца. Конкретные цифры не назывались, насколько объем программы экстренного выкупа облигаций будет снижен. Но я думаю, что если ЕЦБ принял риторику такую, что умеренно более низкими темпами, чем это было ранее, то месяц назад у нас был показатель 65 миллиардов. Я думаю, что со следующего месяца уже объем этой программы будет стремиться в районе 60. То есть сокращение программы количественного смягчения – это, конечно же, долгосрочный шаг в сторону ужесточения политики. Это позитивный фактор для той валюты, которая стоит за страной и регулятором, в рамках которого такие решения принимаются. Думаю, что самое важное решение будет к концу года. Это ноябрьское, декабрьское заседание. Но пока что рекомендую такую долгосрочную сделку. Надеюсь, что в среду уже будет возможность говорить о ней, как о сделке, которая в работе. Это покупка евро-доллара с отметки 1.1650. Стоп-лосс 1.1590. И ждем возвращения евро уже снова к уровню 1.20. Виталий, слово тебе. Так, видно рабочий экран мой? Да. Итак, всех приветствую. По поводу нефти. С тобой согласен, что назревает коррекционное движение. Возможно, оно будет некоррекционное, а более сильное какое-то углубление на пунктах 300-400. То есть время покажет. Но пока поддерживаю шорты. То есть шорт у меня на картинке сейчас лайт нефть. Ты там по бренд говорил. То же самое шорт секущих. Стоп желательно чуть повыше закинуть. Хотя бы на запятничный хай. Потому что, может быть, хотелось бы вот такую картинку. Сегодня снижение вниз. Потом дальше, возможно, будет какая-то коррекция. И дальнейшее снижение. То есть вплоть до уровня 67,7. И, возможно, ниже. То же самое по бренд. Поэтому пока по рынке нефти. Плюс ты упомянул по поводу ураганов. Есть еще такой момент. Китай выходит на рынок. Свои резервы продает. Да. Да, да. То есть там, наверное, и вот этот объем, который выйдет на рынке, достаточно большой. Возможно, снизит цену. Плюс неплохие цены для продаж. В принципе, они вышли как раз на пиках. Поэтому, возможно, это добавит, скажем, предложение на рынке. И цены пойдут вниз. Поэтому пока поддерживаю твою идею на снижение. Дальше. Хотел бы также сказать по поводу рынка криптовалют. Вот. Наверное, закончилась коррекция, которую я говорил еще на позапрошлой неделе. Чуть ранее. У нас прошел достаточно сильный импульс в начале сентября. Пошла коррекция такая достаточно хорошая. То есть у нас где-то практически 2-3 недели. Ну, там 2 недели полные. Да. И сейчас очередной импульс. И я дальше думаю, мы будем, скорее всего, падать к минимумам, которые были в сентябре. Это в районе там 42 тысяч. Да. И, возможно, ниже. То есть так как у нас глобальная картинка, у нас картинка глобальная, о которой я говорил. Так у меня так не получится. То есть вот это у нас пошел импульс, как я говорил ранее. Коррекционные движения вверх. Да. И подтверждением, что мы пойдем вниз. То есть это вот очередной импульс, который был в текущем месяце. То есть у нас коррекция закончилась. И дальше будем падать вплоть до 30 тысяч. Но это должно быть медленное падение. Как по мне, это при условии, если мы не будем обновлять, там, ну, 50 тысяч, там, 50 с копейками. То есть если удержим вот эти хаи, которые были у нас в сентябре, то я дальше думаю, биткоин будет падать. Как бы вот так. Дальше, что касается фондов в рынках. Идут по плану. То есть очень хорошо падают. Мы как раз с ребятами на прошлой неделе обсуждали эти рынки. То есть был неплохой заходной импульс. Вот здесь его видно вниз по S&P 500. Хорошая коррекция. То есть у нас получается 4-5 дней коррекция. И мы пробиваем этой коррекцией трендовую. У нас тренд здесь достаточно хороший был. Вот если посмотреть с ноября прошлого года, как раз ровно год. Он такой красивый. Он там больше, конечно, тренд идет. Но если так четко нарисовать вот этот канал, мы от него несколько раз отбивались и сейчас пробили. Здесь у нас проходит где-то вот выше прошлонедельного хая. Это 20-е среднее скользящее и 50-е. То есть мы 50-е, кстати, неплохо отрабатывали последние несколько месяцев. Отбивались от нее. И, наконец-то, в пятницу закрепились. Ниже Азия полилась вниз. Плюс азиатские рынки, кстати, тоже льют хорошо. И посмотрим. Если мы дальше будем так торговаться, то нам путь открыт вниз. То есть если все-таки ниже уровня. Желтый не подойдет. Ну, там ниже 44.30. То дальше будем падать. Среднесрочно, наверное, тренд, возможно, развернется. Ну, альтернатива, если мы все-таки на этой неделе что-то на ФРС скажут, дернут наверх, да, закроются выше 50-й и выше сильного уровня 44.30, то там можно будет говорить дальше о каких-то покупках. А на текущий момент ловить падающий нож, покупки. Вот видим, что произошло с этим, с рынком Азии, да, Китай. Кстати, многие, я уже, в принципе, говорил, многие там акцентируют внимание на то, что, ну, там идет такое регулирование, да, частных компаний. Так, что-то подвисло. Я тебя слышу. А, да. Да, что идет регулирование там жесткое по компаниям. Именно из-за этого рынок, скажем, как бы падает. Но вот я в прошлый раз говорил, что есть такой девелопер, крупная строительная компания Evergreen, как-то вот так, Evergard. Да. У нее долги, то есть она где-то в понедельник, мне кажется, сегодня, или когда будет решать по поводу технического дефолта. Ну, вот этот момент с этой компанией, вот я вчера как раз, ну, разбирал там фундаментальную картину по Китаю, да, по этой компании. Я сегодня не буду делать демонстрацию. Эти проблемы уже начались еще с прошлого года, да, то есть в этой компании она там по этим долгам, да, там держатели этих облигаций, там где-то самые крупные, это там три крупных банка Китая, да, поэтому 300 миллиардов, это достаточно большой долг, и, возможно, скажем, это будет триггером сильного снижения. Поэтому как-то вот так, если там смотреть с техники, с фундамента, то есть пока вижу причины на снижение, и то, что ранее там я обсуждал снижение, да, каких-то таких хороших паттернов не было. Вот как раз на прошлой неделе он нарисовался, и своим подписчикам я говорил, в принципе, я в аналитике писал. Посмотрим. Даже если мы новые хаи покажем, я думаю, это будет отскок дохлой кошки, как говорят, да, аналитики. Новый максимум – это ничего страшного, поэтому рано или поздно накроется все медленным тазом. По поводу евро-доллара и валют с долларом, да, какое у меня мнение. Если мы уже упадем, вот ты ставишь там покупки на 16.50, ну, возможно, там через двойное дно глобальное, ну, мы дальше будем сильно падать. То есть если откупать евро-доллар, то нужно максимум с текущих уровень там 17.00, да, потому что вот был у нас такой импульс вот в конце августа, да, вот этот наверх, и мы его практически там на 75% откатили, это достаточно много, это уже говорит о том, что мало шансов наверх, а если мы его полностью поглотим, то можем достаточно сильно провалиться вниз, там, вплоть до 16.00, 15.00, возможно, и ниже. Это как первый вариант, да. Поэтому если сегодня мы не откупим евро-доллар там или завтра, то я думаю, этому инструменту гайки вот как-то вот так. Пока каких-то идей по валютным парам нету, то есть доллар растет, пока идеи только по нефти поддерживают тебя, фондовый рынок на снижение, биткоин на снижение, посмотрим. Если будут какие-то коррективы, то есть в среду обсудим, и, возможно, там до ФРС что-то, картинка какая-то нарисуется по валютным парам или по фондовому рынку другая, да, то можно будет говорить. Спасибо тебе, Виталий, за комментарии, соответственно. Ну, следим, как и всегда. Следим действительно буквально за несколько часов до начала уже финального аккорда по ФРСу, по оглашению итогов. Еще раз обсудим рыночную ситуацию, посмотрим на перспективу доллара, если что-то будет интересное. И если будет необходимость корректировать идеи, мы это обязательно сделаем. Виталий, тебе большое спасибо еще раз, хорошей недели и до скорых встреч. Пока. Пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok